покажу базовые примеры ретуши портрета которыми пользуюсь сам и так имеем проявлены прав что собираемся сделать присутствует на лице некая краснота но скулы то можно оставить красными вот на лбу видно покраснение ноздри подбородок уши тоже можно привести к общему оттенку в цвете кожи для этого заходим в you saturation выбираем красный канал situation мы вводим на максимум вправо таким образом мы выделили абсолютно все где присутствует красный цвет и теперь этот ползунок начинаем смещать до тех пор пока вот это выделение не останется в тех областях которые мы считаем красными в данном случае которые мы считаем паразитно красными если вот так вот увести то мы только красные какие-то точки и скулы оставим поэтому можно сделать чуть-чуть разброс пошире возвращаемся троишь он в ноль и переводим в you вправо чтобы сделать наше красное желтым ориентироваться можно по губам но либо по четко видимым красным областям приблизительно вот так можно чуть-чуть их подсветлить но без фанатизма нажимаем команд и или контролл ай и инвертируем маску берем белую мягкую кисточку и протираем только в тех областях где мы считаем что красно у нас дает некий паразитный оттенок были где у нас не должно быть покраснений пройдемся по ушам посмотрим что у нас тут ну немножко под мышками если после того когда мы открыли вот эти вот наши участки результат хочется чуть-чуть усилить ничего страшного заходим опять тот же самый красный канал и уводим еще правее еще большую желтизну точно так же можно поработать с сильными яркими желтыми пятнами в данном случае здесь у нас присутствует тональник который ну не знаю или его наложили уже достаточно давно вот здесь вот на лбу очень хорошо видно и он давно наложили и он уже успел впитаться осыпаться стереться поэтому точно так же на отдельном новом слое тот же самых you saturation только желтый saturation в максимум и здесь уже сводим вправо чтобы выделить наши неприятные неприятные пожелтение соответственно здесь переводим в левую сторону you сторону красного можно сильно вот сильно видите где у нас и и пока оно не выравняется с общим оттенком кожи здесь я добавлю lightness больше потому что эти наши желтые пятна темнее поэтому мы их высветлим все command i опять белая мягкая кисточка и начинаем протирать в тех областях где было сильное пожелтение повторюсь сильное пожелтение не все желтое тоже перебор в принципе да я сейчас уже вижу что стало слишком красноватое опять лицо поэтому возвращаемся в наш желтый и утягиваем few чуть-чуть вот так все делается на глаз никогда ничего не делал по цифрам не проверял не проверял не сверялся с какими-либо эталонными таблицами оттенков цветов кожи у европейцев азиатов исключительно на свой собственный вкус и на глаз ориентируйтесь окей оттенок кожи выровняли теперь нужно избавиться от дефектов на лице можно схлопнуть слои либо layers merge visible либо комбинация клавиш я использую легкий dodge & burn то есть я с зажатой клавишей alt жму на пиктограмму создать новый слой здесь выбираю режим soft light ставлю галочку заполнить 50% сером окей выбираем инструмент dodge посмотрите вот у меня стоит экспозиция 20% все это регулируется в зависимости от степени то есть если вот этот шрамик на лбу мы хотим убрать то здесь 20 будет многовато можно поставить десяточку и просто несколько движений сделать по этому месту ну и собственно говоря по всем темным местам но не старайтесь dodge & burn все темные места пройтись во первых это займет достаточно много времени и такую процедуру стоит делать тогда когда у вас есть хорошо оплачиваемый коммерческий заказ и вам надо действительно сохранить естественную натуральную текстуру кожи все мы и поправим дальше в процессе ретуши естественно dodge & burn вот эти вот синячки под глазами и здесь уже можно экспозицию поставить на 20 если нажать на клавиатуре на клавишу 1 2 3 4 5 и так далее вы будете менять значение экспозиции 2 отвечает за двойку 5 50 то есть здесь я выберу двадцаточку и начну стилусом по планшету аккуратненько проходиться по этой темной области опять таки без фанатизма здесь уже опять десяточка экспозиция потому что потом миксер браша мы все равно сюда еще раз придем dodge & burn можно усилить объем то есть допустим вот подсветлить некие области все делается ну не то чтобы грубо но быстро не нужно много времени тратить на dodge & burn повторюсь потому что в нем можно залипнуть на несколько часов вот здесь еще пройдусь вот так все готово схлопываем слои а дальше собственно говоря начинается частотное разложение и миксер браш это то о чем рассказывает Юра Илюхин в своем замечательном видео на youtube у себя на канале создаем два дубликата слоя command j под windows по-моему это control j верхний пока отключаем переходим на средний слой мы можем позвать его лоу верхний обзовем хай и идем фильтр blur blur Gaussian blur по своему опыту по своей практике опять же таки по размеру кадров пикселях в данном случае у нас сейчас фото 6000 на 4000 пикселей я знаю что на вот такой портрет по грудь или по плечи радиус размытия нужно ставить между пятью и шестью все таки пять в предыдущих фотографиях с предыдущей камерой fujifilm xt1 где 16 мегапиксельная матрица и размер изображения чуть меньше 5000 пикселей по большей стороне я выбирал значение между четырьмя и пятью соответственно жмем ok переходим на верхний слой делаем его видимым идем image apply image то есть изображение внешний канал по-моему это по-русски называется здесь выбираем слой low здесь выбираем add scale 2 галочка invert эти значения add scale 2 и invert они работают только лишь в том случае если ваше изображение это 16-битный TIFF или psd файл я всегда после конвертации RAW вывожу их точнее сохраняю их как 16-битный TIFF или psd если вы работаете с 8-битным шпегом то режим надо будет выбирать по-моему сабтракт и что-то здесь без scale но повторюсь с 8-битными изображениями не работаю поэтому будем считать что у вас тоже 16-битные изображения жмем ok и меняем режим наложения на liner light собственно говоря это и есть наше частотное разложение мы разложили изображение на нижние частоты вот разблюренные и на высокие частоты вот только текстура только фактура между этими слоями мы создаем пустой прозрачный слой выбираем в инструменте кисть mixer brush и смотрим на вот эту вот верхнюю панель что у нас тут очищать кисть после каждого мазка у меня нажата но это уже тоже по вкусу и попрактикуйтесь посмотрите пока можете поставить также как стоит у меня обязательные проценты 20 20 20 10 вот эту двадцатку можно менять flow меняется она в зависимости от того опять таки насколько точно вам нужно работать с изображением насколько это серьезный дорогостоящий заказ либо вы хотите потратить кучу времени на точное не точную а на более тщательную ретушь в любом случае проверено не в глянцевом журнале не при печати там метр на полтора все вот эти вот наши вычищенности вылезанности так не бросаются в глаза поэтому предлагаю оставить эти значения 20 20 20 20 20 и собственно говоря отключив верхний слой верхний слой мы работаем по разблюренному слою обязательно потому что если мы его оставим включенным и начнем возить кистью вот пожалуйста вы видите да вот вот у нас вот появится вот такая вот неприятная текстура текстура обязательно на вот этом вот прозрачном слое когда работаем с миксер брашем галочка стоит sample all layers и так отключаем слой с текстурой и начинаем мягкой кисточкой делать движение от светлого к темному или наоборот от темного к светлому в зависимости от того где мы хотим подправить оттенок создать плавность перехода при этом случае при этом методе точнее в этом случае мы и перегоняем цвет получаем более плавные градиентные переходы можно подправить светотеневой рисунок должен упомянуть что если у вас слабый компьютер то будет все происходить медленно у меня не настолько мощный macbook pro i5 2 и 4 чего там гигагерца мегагерца процессор 8 гигабайт оперативки ну для мака это в принципе стандартная комплектация процесс не идет так быстро и проходим по всем нашим проблемным местам которые лично мы считаем проблемными проходим там где мы хотим создать плавные переходы плавный градиент но очень важно не увлечься основная проблема начинающих ретушеров в том что можно залипнуть над фотографией надолго и собственно говоря изменить перерисовать человека полностью кроме того сейчас в моде не идеальная ретушь я имею ввиду что уже теперь не требуется пластмассить и пластилинить кожу так чтобы наш человек был похож на манекен поэтому очень многие дефекты кожи я имею ввиду большие поры они остаются вот здесь мне не нравится тенька и я на нее просто гоню со светлой области кисточкой пошире тем самым я ее растушевываю размазываю этим же методом хорошо убирать усики над губами есть такие женщины у которых они достаточно четко видны а при особом освещении они еще более четче видны вот тогда частотное разложение миксер браш нам приходит на помощь этим же методом очень хорошо ретушировать предметную предметку то есть например глянцевые поверхности замшевые вельветовые часто использую миксер браш в интерьерной в обработке интерьерной фотографии когда скажем у нас диван и кресло имеют ну какие-то просиженности скажем так складки или ткань такая что вот проведешь рукой в одну сторону становится все гладеньким проведешь рукой в другую сторону ворс становится дыбом и все это выглядит неопрятно как будто только что кто-то повалялся здесь на кровати смял простынь а мы пришли тут с фотоаппаратом поставили его на штатив сделали несколько кадров с брикетингом и ушли опять же таки очень важно понимать что если вы работаете для себя если вы ретушируете для себя то основным критерием у вас является ваше собственное нравится не нравится если вы вдруг взялись за коммерческую съемку то лично я всегда стараюсь до съемки от клиента получить некий референс пример того каким он видит предстоящую съемку во первых это облегчает задачу потому что я могу заранее продумать какое необходимое осветительное оборудование мне понадобится во вторых я буду видеть я смогу выполнить такую съемку как хочет заказчик или не смогу не хватит у меня навыков или он мне покажет что-то вот именно такое страшное кошмарное запластилиненное тогда я постараюсь человека убедить в том что он красивый и без вот такой вот неестественной ретуши в обычной жизни в обычной работе я все то что делаю сейчас делаю гораздо быстрее так так долго не размазываю сейчас я скажем вожусь здесь больше чтобы поболтать итак размазали вот вот что у нас получилось вот мы сейчас это все дело объединим в группу и отключим нашу группу вот наша фотография до ретуши вот после до после форма лица практически не изменилась переходы от света к тени стали чуть более плавными теперь переходим на верхний слой выбираем клон обязательно смотрим чтобы стояла отмечена current layer текущий слой жесткая кисть нужного диаметра и вот сейчас начинается самый долгий процесс мы берем пробу с хорошей здоровой области и клонируем ее туда где хотим что-либо изменить и здесь важно помнить что играет роль угол освещения поэтому нельзя скажем ретушировать правую часть лба а брать образец с левой части лба у нас по-другому падает цвет у нас по-другому видна текстура и собственно говоря на приближение достаточно большом мы начинаем работать со всеми темными точками пятнами светлыми пятнами старайтесь избегать повторяемости текстуры то есть если вы берете образец из одного и того же места и переносите его куда-то то разбавляйте разбавляйте чтобы у вас не было однородности иначе получится собственно говоря результат такой как после использования плагина портритура вот все вот эти вот глубокие поры я не буду ретушировать я подправлю только вот то что бросается сильно в глаза причем учтите что оно же бросается в глаза потому что мы вот 209 процентов увеличим и вот то о чем я говорил все эти волосочки торчащие вот так вот по одному медленно можно убрать не нужно можно а можно и не убирать вот вот какая-то непонятная нитка вот здесь подгладим еще один нюанс так как мы использовали размытие по гауссу размывали глюли гауссом на стыках границ у нас в зависимости от выбранного радиуса будет вылазить ореол ореольная засветка того или иного цвета сейчас покажу что я имею в виду вот смотрите я допустим хочу что-то сделать здесь ну на чем еще показать хорошо так вот 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 видите вот я взял пробу здесь далеко а повел начал вот здесь вот вводить у нас вылезла вот такая вот розовая ореольность это результат и граница размытия нашего по гауссу поэтому если вы хотите что-то убрать на стыке вам нужно также на стыке взять образец ну например вот здесь вот есть три волоска значит я беру на стыке образец еще раз на стыке и тогда провожу и убираю без примесей постороннего цвета для того чтобы этого этой ореольности и поразительного цвета не было вместо размытия по гауссу можно использовать фильтр медиан но тогда компьютер будет еще более медленно работать под этим видео я размещу ссылку на урок Юрия Илюхина по миксер брашу где он объясняет еще раз принцип действия более детально подробно так что советую вам посмотреть видео и у него на канале так что у нас тут вот тоже не хочется делать очень длинное видео и так вот у нас было вот у нас стало еще раз было стало обратите внимание вот здесь были складки на шее мы их клоном не заштамповывали достаточно было просто размазать миксер брашем как они исчезли собственно говоря вот и вся ретушь схлопнем все слои в глазах у нас здесь есть сосудики можно взять обычный Spot Healing Brush и точечно пройтись по нему но не всегда Spot Healing Brush работает хорошо поэтому я сейчас просто запущу экшен который мы только что с вами делали миксер браш и укажу минимальный радиус 1 пиксель для того чтобы поработать с глазками чем меньше элемент текстуры мы хотим обрабатывать или тушировать тем меньше радиус мы выбираем то есть вот у нас сейчас портрет девушки по грудь мы выбирали радиус 5 пикселей если бы это был портрет девушки в полный рост то мы бы выбирали 2-3 пикселя ну и там соответственно этих сосудиков в глазах может даже было бы и не видно если бы мы фотографировали крупный бьютик то есть от подбородка до середины лба то скорее всего я бы попробовал с радиус размытия 7-8 пикселей понимаете чем крупнее масштаб тем больше радиус размытия хотя буржуйские гуру ретуши не рекомендуют использовать большие проценты отчасти я с ними соглашусь но мы же с вами хотим быстро отретушировать фотографию все тот же самый клон и уберем то что осталось здесь от сосудиков после миксер браша добавим чуть-чуть блеска и яркости в глаза дублируем слой режим наложения screen зажимаем клавишу alt закрываем маской command или control i прошу прощения не надо инвертировать выбираем мягкую белую кисточку и протираем зрачки но вот так это уже будет неестественно поэтому уменьшаем прозрачность слоя ну где-то там пусть 30% ну собственно говоря вот и все что касается ретуши кожи с плавными градиентами с плавными переходами со здоровой текстурой фактурой пробуйте тренируйтесь удачи в и мы в и в и и и в